Лолита жёстко прошлась по Разину после концерта в память Шатунова. Лолита жёстко обматерила продюсера Разина со сцены за проклятие артистов. Когда организаторы-артисты только планировали провести концерт по случаю памяти Юрия Шатунова, продюсер Аразин заявил, что нашлёт проклятие на всех, кто примет участие в данном мероприятии, которое он считает сатанинским. Это постигнет всех участников, кто вышел на сцену этого проданного концерта, приговорённого высшими силами. Кошмар будет продолжаться многие месяцы, пригрозил он всем своим коллегам, дополнив, что все его пророчества обычно сбываются, им стоит бояться. Кары, драму и ужас, которые навевал продюсер, вмиг разрушила прямолинейная Лолита Милявская, которая решила поставить на место Разина. Назвала его падлой, которой хочется прославиться, а также добавила ещё несколько нецензурных слов в его адрес. Посмеялась и в ответ от публики получила бурные аплодисменты и восхищение. А отметим, что это не первые слухи про Шатунова и его семью, которые распространяются от имени продюсера. Раньше он делал заявление о личной жизни вдовы Шатунова, которая по сей день пребывает в Огоре. По словам Разина, та, вероятно, вышла бы замуж за директора её мужа Кудряшова, за что сам Кудряшов прозвал Разина больным. Добавим, что певица Лолита Милявская находится в близких отношениях с известным певцом. Об этом пишет один известный портал со ссылкой на журналистку Наталью Гасанханову. Она рассказала, что певица сблизилась с Константином Бондаренко, который известен как Коста Лакоста, и моложе Милявской на 33 года. По её словам, между 59-летней Лолитой и 26-летним Лакостой пробежала искра. Конечно, ты знаешь, кто был её парень. Коста Лакоста, они встречались в какой-то момент, конечно, она за молодёжь. Поэтому Лолита абсолютно наша женщина, заявила Гасанханова в интервью ведущей. Сама Лолита ранее отвергла слухи о романе с Лакостой. Несколько лет назад они записали совместную песню по-другому. Композиция стала хитом. Клип собрал почти 90 миллионов просмотров на YouTube. Милявская заявляла, что с Лакостой просто дружит. Субтитры создавал DimaTorzok